Маркетологи, мои коллеги, часто используют слово из трех букв LTV, возможно, вы слышали. Life Time Value, переводится как пожизненная стоимость клиента. Я всегда советую собственникам компании, как только у вас совершили первую покупку, задавать себе такой вопрос, а сколько денег мне принесет этот человек, пока он жив? Ни много, ни мало. То есть не как ему впарить, не как ему впендюрить, а как использовать взаимодействие с этим человеком на дистанции. Если позволить, немножко скабрезный пример. Вот есть стратегия, прошу прощения, проститутки. Называется «возможности есть, но они ненадолго». А есть стратегия жены, то есть постоянные рекуррентные абонентские платежи в течение всей жизни. Поэтому, когда мы взаимодействуем с клиентом, нам невероятно важно понимать, что это не одноразовая продажа, это длинная продажа в течение всей его жизни. Для того, чтобы клиент, прежде всего он человек, надо понимать, да, и мы строим с ним отношения, был с нами постоянно, есть несколько факторов, которые очень важны. Первый из них – это наличие более или менее нормального продукта, она же услуга, и наличие более или менее нормального сервиса. Это то, что называется правило гигиены. Ну вот, например, для того, чтобы слыть человеком, который соблюдает правила гигиены, чистить зубы необходимо, но недостаточно. Вот точно так же иметь продукт и сервис необходимо, но недостаточно. Для того, чтобы мы строили очень длинные отношения с клиентом, нужны три вещи. Первое – это чистота, чистота контактов, то есть надо стать его привычкой. Ну, вы смотрите, например, как у вас есть там человек, который ухаживает за вашими волосами, например, или делает вам что-то с ногтями, да. То есть это история, когда этот бизнес, этот парикмахер, этот нейл-специалист вплетается в вашу повседневность. То есть в основе, самое базовое в лояльности – это надо стать привычкой. Одна из причин, почему мы дружим с друзьями – потому что мы общаемся часто. Мужчина с женщиной – потому что часто. То есть любой разрыв чистоты, как правило, ставит под сомнение дальнейшее продолжение. Святое место пусто не бывает. Поэтому надо дружить с друзьями, надо быть с любимым человеком, надо иметь отношения стойкие, длинные, систематические с клиентом. Что я советую бизнесам? Я советую задать себе вопрос – какие контакты с моим клиентом его не охладят? И любой контакт, который не просто его утеплит, а который его не охладит, надо набирать. То есть, иными словами, поздравлять с днем рождения, поздравлять с какими-то праздниками, анкетировать его, спрашивать его мнения, дарить ему какие-то подарки – это создает чистоту контактов. Второе, что очень важно – то, что называется рациональная лояльность. Это первое – поведенческая лояльность, второе – рациональная лояльность. Рациональная лояльность – это за каждое действие, которое мы хотим от этого человека, мы его как-то поощряем. Ну, например, если он приходит и покупает, мы его поощряем либо скидкой, либо баллами какими-то, либо кэшбэком, либо подарком. Если он нас рекомендует, мы его тоже как-то поощряем. Если он приводит других людей, мы его тоже как-то поощряем. Если он делает пост в социальных сетях про нас, мы его тоже как-то поощряем. Рациональная лояльность – это мы составляем банк действий, который мы хотим получить от клиента, и прикручиваем туда, что мы делаем за каждое действие, которое совершает человек, как мы его вознаграждаем. Очень многие компании это делают, но сама по себе рациональная лояльность, бесповеденческая и безэмоциональная, которая, скажу, плохо работает. И, наконец, после этого эмоциональная лояльность. Я уже сповернул и сказал, что это такое. Эмоциональная лояльность – это когда человек, клиент, испытывает либо какую-то одну эмоцию, либо гамму эмоций, взаимодействуя с вашим бизнесом. И мы должны, американцы называют это дизайн клиентских впечатлений. Они говорят «customer experience» – клиентское впечатление. Вообще, на самом деле, клиент от не клиента отличается именно клиентским впечатлением. Потому что, например, если вы много слышали про какой-то ресторан, но там не были, то все, что вы слышали до этого, обнуляет ваш приход. Потому что ваши личные впечатления перебивают все остальное. Наша задача – управлять его клиентским впечатлением. То есть делать так, чтобы то, что он даже не думает, а то, что он чувствует взаимодействие с нами, ему очень нравилось. Ему очень нравилось. Это причина, по которой мы дружим с друзьями. Мы дружим с ними не потому, что они самые талантливые или самые умные. Нам нравится с ними. Это причина, почему мы встречаемся с мужчинами и женщинами. У меня есть дети, и они точно не самые талантливые дети на свете, не самые послушные дети на свете. Но они самые любимые, мне нравится с ними. Наша задача – создавать эту эмоцию. Почему мы там любим… Я очень люблю Италию, много времени там провожу. Ты приходишь в любой ресторанчик, тебе вот наливочка, например. Моя бабушка готовит эту лимончеллу. Ну, вроде рациональная лояльность, вроде тебе эту лимончеллу дали. Ну что, ты не можешь ее купить? Дело же не в этом, дело в эмоциональной лояльности. Наша задача – управлять его впечатлениями. Поэтому для того, чтобы клиент там пожизненно, не пожизненно, всякое бывает, но долго был с нами, нам надо стать частью его повседневности, нам надо поощрять его за те действия, которые мы хотим, и надо создавать ему впечатление, которое ему тупо нравится.